Привет, мои золотые! Сегодня у нас распаковочка и обзор косметики. Да, немного необычно для моего канала, но это и необычная косметика, это корейская косметика. И если у нас всегда с вами разоблачаем китайца рубрика, то сегодня мы разоблачаем корейца. Это корейская косметика, но, внимание, необычная корейская косметика. Это коллаборация VT Cosmetics и кей-поп группы BTS. Я не кей-поппер, я только начинаю знакомство с этой культурой, но даже я понимаю, как это круто. Вот она моя посылочка, вот тут написано VT Cosmetics. И сейчас я вам покажу. Вот в этой коробочке два вот таких пакетика полных косметики. Она такая няшная, она такая красивая. Так, открываем. Ой, какие няшки! Такая красивая косметика, такие красивые упаковки. Кайф! Это линейка косметики BT21 и я уже погуглила и разобралась, что это значит. Да простят меня кей-попперы, если я что-то скажу не так, не кидайте в меня тапками, я только начинаю изучать культуру. Итак, BT21 это милые мультяшные персонажи, которых создали участники группы BTS. Участников группы семь, а персонажей восемь. Восьмой персонаж придуман дизайнерами и символизирует поклонников группы BTS. Арми. Или Арми. Я сейчас буду распаковывать косметику и по ходу действия буду вам рассказывать о каждом персонаже и тестировать косметику. Итак, что же мне прислали в этой посылочке? Восемь помадок. Посмотрите, какие классные персонажи! Класс! Причем, смотрите, тут два вида помад. Есть крем и есть глоу. Мы, конечно же, протестируем и те, и те помадки. Еще в посылке у нас 4 кушона. 3 кушона для щечек. То есть, я так понимаю, это румяна. Я никогда таким не пользовалась. Потом 4 коробочки Fit on Stick. Я так подозреваю, это хайлайтеры. Сейчас мы все распакуем и посмотрим. 2 палетки теней. И какая-то умывалочка. Давайте начнем с вот этих вот коробочек, потому что я не знаю, хайлайтеры это или нет. Мне кажется, что это хайлайтеры, а там мы сейчас посмотрим. Так, распаковываем. Ой, какая милота! Тут сердечко! Это Тата, милый инопланетянин с головой сердечка. Он создан участником группы BTS по имени Z. Сейчас мы посмотрим. Ничем не пахнет, кстати. Так, и что же это такое? Что же это такое? Что такое Fit on Stick? Скажите мне, пожалуйста. Fit on Stick. Бьюти-блогер, блин. Сейчас. Вообще ничем не пахнет. Но это, кстати, это могут быть румяшки, да? Сейчас мы посмотрим остальные. Так, открыли второй. И у нас тут зайка. Милый зайка. Это зайка-спортсмен по имени Куки. И он был придуман чонгубком, если я не ошибаюсь. Смотрим. О, это уже приятно, кстати, пахнет. А это хайлайтер. Вот. Я не ошиблась. Это стики. Это стики, наверное, с хайлайтером, с румянами. Может, даже с корректором. Крутая вещь. Открываем следующий. О, а тут желтая собачка. Этого желтого щеночка зовут Чими. И он был придуман Чимином. Открываем. О, это уже для скульптурирования. То, чего я не умею делать. Вот. Кстати, растушевывается вообще обалденно. Слушайте, очень классно. Мне кажется, даже я справлюсь со скульптурированием. Растушевывается равномерно. Очень-очень плавно. Вообще класс. Так, и четвертый наш стик. Это коала. Это коала Коя, которая постоянно хочет спать. И она создана участником группы BTS по имени RM. И если я не ошибаюсь, это лидер группы. Смотрим, что у нас в коале. А в коале у нас что-то беленькое. Просто беленькое. Оно просто-просто бесцветное. И ничего не делает. Может, это бальзамчик до губ? Напишите, что может быть бесцветное и ничего не покрывающее. Ну, может, это под глаза. Но нет, если под глаза, оно бы что-то делало. А так оно просто прозрачное. Я прям даже не знаю, что это. И оно даже не блестит, чтобы это был хайлайтер. Блин, тут все на корейском. Вот как я должна разобраться, что это? Ребята, помогите. Если вы знаете, что это может быть прозрачное в стике. Пишите об этом в комментариях. В общем, в этой линейке BT21 4 стика. Хайлайтер, румяшки, скульптор и что-то прозрачное. Качество просто отличное. Но я не могу говорить о качестве чего-то прозрачного, потому что я не понимаю, что это прозрачное. Но скульптор обалденный. Он так растушевывается. Я вообще, честно говоря, скульптурировать не очень умею. Я всегда использую сухие продукты, потому что их легче растушевать. Кремовые продукты я вообще не могу использовать, потому что для меня это сложнейшее испытание растушевать кремовый продукт на лице. А этот стик обалденно растушевывается. Румяшки тоже очень классно растушевываются. Но про хайлайтер что говорить? Он классный. У него мелкое сияние. Нету каких-то крупных блесток, я этого не очень люблю. У него мелкое классное сияние. В общем, эти стики классные. Мало того, что они выглядят круто. Упаковка крутая. Их трогать приятно, на них смотреть приятно. Так еще и внутри продукты классные. Переходим к следующим продуктам. Переходим к помадкам. Как я уже говорила, тут есть два вида помадок. Один крем, а второй глоу. Я так понимаю, глоу это, наверное, с блестками, а крем такие кремовые какие-то. Сейчас будем смотреть. Четыре персонажа мы уже рассмотрели, поэтому я взяла четыре персонажа, которые мы еще не рассматривали. И сейчас буду открывать. Так, смотрим, что у нас тут. Такая упаковка классная вообще. Все так четенько упаковано. Вот это пластиковая коробочка. Плюс еще две какие-то тут подставочки, чтобы она, не дай бог, не упала эта помадка. Все так продумано, класс вообще. Так, вот это вот овечка милейшая. Это на самом деле не овечка. Это альпака. Альпака по имени RJ от Джина. Такая милашка. Вообще, все эти создания такие милые. На самом деле, вот смотришь на них, они такие милые-милые. Ну, как задумаешься, инопланетянин с головой, сердечко. Итак, альпака, прости, мне нужно скрутить тебе голову. А нет. Подождите, я просто так альпаке скрутила голову. Открывается помадка не здесь, а вот здесь. Смотрим. Ох, какой запах. Я вам не скажу. Наверное, это какая-то ягодка, но это божественный запах. Цветы помадки розовый. Так, а это какой мы открыли? Крим или glow? Ааа, крим. Крим, крем, я не знаю, как правильно. В общем, я буду называть крим. Смотрим. Ух ты, какой классный цвет. Мне такой точно пойдет розовенький. И, кстати, тут же можно тушевать по-разному, да? Можно просто насыщенно накрасить губы, и будут красивые розовые губы. Или растушевать на губках. Поставить несколько точек, и вот так вот пальчиком, и будет такой естественный цвет губ. Класс. Ми-ми-ми. Сколько раз я уже сказала ми-ми-ми и класс. Но эти упаковки, они просто... Я представляю, месяц проходит, два месяца проходит. Я открываю свою косметичку, и каждый раз, когда достаю эту косметику, говорю ми-ми-ми. Я не перестаю ей умиляться. Она такая классная. И все упаковки так качественно сделаны. Это тебе не Китай. Так, следующую давайте попробуем glow. Посмотрим, есть ли там блестки. Ой. И в этот раз у нас пони. Танцующие пони по имени Манг. Созданные участником группы BTS Джей Холпом. Итак, скручиваем в голову поняшку. Поняшки, точнее. Ух ты, какой цвет насыщенный. Ягодный прям. Пахнет так же обалденно. Смотрим. Слушайте, а вот эта помадка glow, мне кажется, она жиже, чем предыдущая. И покрытие тоньше. Если у крем вот этих вот помадок, у них толстое покрытие и консистенция такая вот кремовая, то тут жидкая консистенция и покрытие тоньше. Они, знаете, как тинт идут. Вот. Цвет очень красивый. Такой яркий. Интересно, как они вообще смываются? Смывается без проблем крем смылся, а вот glow смывается не без проблем. Я так думаю, что линейка glow это тинты, которые очень-очень плохо смываются. А линейка cream это помадки. Ну вот, еле-еле смываю. Но это и классно, это значит стойкие помады. После того, как я все распакую, я каждой помадкой накрашусь и отсниму крупным планом. И вот так вот приложу, где какой цвет, какому персонажу соответствует. Чтобы вы посмотрели, как это смотрится вообще на губах. Все 8 помадок я подряд нанесу на губы и покажу вам. И вы проголосуете, какая помадка мне идет больше. Давайте теперь посмотрим на палеточки теней. Их в этой линейке BT21 два вида. Это вот такие вот коричневые тени, но в коричневых оттенках. И палетка в розовых оттенках. Вот, посмотрите, какие они красивые. Сейчас мы протестим и посмотрим, насколько насыщенные цвета, насколько они пигментированные. Сейчас посмотрим. Так, первая палетка коричневая. И, ну, я вам так скажу. Пигментация хорошая, но сами оттенки очень-очень светлые. Так-то, в принципе, все отлично. Отлично берется. Сами оттенки очень-очень светлые. И буквально парочка мне подойдет. Я, скорее всего, буду пользоваться вот этой вот центральной. И вот этой вот коричневой делать макияж. Хотя можно, конечно, поэкспериментировать. И сделать себе более светлый макияж глаз. Но вот, знаете, у меня такое ощущение складывается, когда я крашу светлыми тенями глаза, что, блин, глаз не видно. Вот почему-то для меня тени, это должно быть что-то темное, чтобы выделять глаз. И когда я светлым крашу, то, блин, глаз не видно, что они такие светлые. Не знаю, только у меня в одной такое. Кстати, тут в наборе есть кисточка с маркировкой BT21. Ну, кисточка так себе, не знаю, не для теней. У меня набор кистей, и я только ими могу наносить тени. Другими кисточками я как-то совсем не умею наносить. Ну, кисточка как кисточка, я не думаю, что... Хотя мягенькая. В хозяйстве пригодится. Не для теней, конечно, но в хозяйстве пригодится. Оформлена палетка, конечно, шикарно. Посмотрите, эти милые мордашки смотрят на тебя. Так классно. И, кстати, это как будто какой-то космический корабль. Как будто космическая тарелка. Так, посмотрим на вторую палетку. И мне уже очень-очень интересен вот этот вот цвет. Он голубой. Причем, понимаете, в розовой палетке, ну, тут все, в принципе, в розовых таких оттенках, голубые тени. К чему бы это, я не знаю. Какие они красивые. Они так переливаются. Слушайте, их можно использовать, наверное, как хайлайтер. Они очень классно переливаются. Класс. Следующая. Следующие тоже такие блестящие. Сто пудово это будут мои хайлайтеры. Потому что тенями я такими не пользуюсь. А как хайлайтер, они просто шикарные. Слушайте. Класс. И оттенки классные. Вот этот цвет обалденный. Вот этот фиолетовый. И этот тоже классный. Такой рыженький коричневый. А вот эти вот можно использовать как румяна. Слушайте, я видела, такие румянки продаются. Вот именно тоже с блестяшками. Коричневую палетку я буду использовать для глаз. А розовую палетку я буду использовать для лица. Хайлайтеры, румяшки. Слушайте, вообще кайф. Кстати, розовая палетка более блестящая, чем коричневая. Я вся просто в блестках. Я не знаю, я сейчас отмываться буду от этих блесток. Прежде чем записывать обзор косметики, я, конечно же, запаслась мицелляркой и ватными дисками. Потому что без этого невозможно. Я уже с ног до головы в косметике. Скорее всего, нормальные бьюти-блогеры снимают это все где-нибудь за туалетным столиком, а не на кровати, да? Потому что у меня сейчас вся кровать будет в блестках. Бьюти-блогер, блин. Итак, переходим к кушонам. И в линейке BT21 их 4 штуки. И наверняка 4 разных оттенка. И как жаль, скорее всего, мне подойдет только один оттенок, а все остальные будут лежать. Очень жаль, как обычно. Хотя, кстати, в корейской косметике тональные средства, они такие светленькие. И я как раз светленькая. И я вот когда-то пользовалась бибишками корейскими, и мне почти все цвета подходили, потому что они все были светлые. Поэтому давайте открывать и смотреть, какие тут цвета. Так, возьмем зайку Куки и посмотрим, какой цвет кушона здесь. Кстати, я кушоном никогда не пользовалась, хотя я много о нем читала, что это, типа, смесь тонального крема, биби-крема и пудры. Ну, точнее, не смесь, а это средство, которое объединяет в себе свойства тонального крема, пудры и биби-крема. В общем, сейчас будем тестить. Ух ты, посмотрите, тут спонжик тоже с зайкой. Класс! О, он еще и черного цвета! Ну, пахнет новым. Посмотрите, класс! Вообще! И спонж такой классный. Вы когда-нибудь видели спонжик черного цвета? Лично я не видела. У меня обычно белые или бежевые. Блин, первый раз вижу спонжик черного цвета. Итак, кушон. С чем тебя едят, кушон? Кто ты такой? Открываем, вскрываем. Ой, ага, вот все. Ну, пахнет ничего. Пахнет какими-то духами, честно говоря. Смотрим. На него надо нажимать, да? О, все. Я на него нажимаю, и мне выдается средство. Цвет светленький. Потестим. Класс! Это мой цвет. Все. Зайка, это точно мой цвет. Слушайте, такое покрытие крутое. Такое вроде и тоненькое, но перекрывает мелкие вот недостатки. Класс! Блин, вообще, кушон, это, наверное, гениальное изобретение человечества. А я еще им не пользовалась и не пробовала. Мне очень нравится. И кожа такая гладенькая после него. Класс! Слушайте, идеально лег. Идеально под мою кожу. Слушайте, я в восторге от кушона. Блин, я уже засрала спонжик. Он был новый и красивый. Я его уже засрала. Как пользоваться так косметикой, чтобы она оставалась идеально чистой? Так, наверное, невозможно, да? Но мне бы очень этого хотелось, потому что эта зайка такой милый. Тут и зеркальце, кстати, идет. Ну, естественно, в пудынице всегда зеркало идет. Ну что, я сейчас пооткрываю другие кушоны и крупным планом засниму вам оттенки. Итак, открываем второй кушон с татой, с милым сердечком. Тут тоже такой же спонжик, классный, с изображением. И он тоже черный. Класс! Так, открываем. Чуть-чуть ASMR было. Смотрим, какой тут оттенок. Так, я уже вижу, мне кажется, тут светлее. Да, этот оттенок немного светлее, чем у зайца. Но мне кажется, он тоже мне подходит. Это называется под лицу, все к лицу. Слушайте, сердечко тоже мне подходит. Третий кушончик со щенком Чайми. Милаш! Смотрим. Ух ты, мне кажется, это такой коричневый, прям для мулаток. Да, вижу, что темнее. Но он тоже не особо темный. Я не сказала бы, что это там на загорелую кожу. Они все, в принципе, в одном оттенке почти. Плюс-минус там полтона. В общем, эти кушоны, мне кажется, подойдут бледненьким девочкам, типа меня. Перекрытие слабенькое. Ну, а что я хотела от кушона? Я также пользовалась биби-кремом, и там тоже было слабое перекрытие, но мне нравилось. И четвертый кушон с альпакой Эрджей. Ух ты, посмотрите. Тут обычная альпака, а тут она с сердечками. Ми-ми-ми. Смотрим оттенок. Опять же, точно такой же оттенок. Я вообще не увидела разницу между этими оттенками. Они все светленькие. Кожа просто бархатная, обалденная. И что мне нравится, что кушон не забивается в складочки. Он очень ровно ложится. Кожа обалденно бархатная. Мне кажется, я выкину свой тональный крем. Да здравствует кушоны в моей косметичке. Мы протестили все четыре кушона. И я вам скажу, это моя любовь. Я не знаю, я не тестила на лице. Да, признаю, я тестила на руке. Но они мне так понравились, что мне кажется, я откажусь от тонального крема. Ну, по крайней мере, наверное, на летнее время. Кстати, вот как вы краситесь? Я обычно в летнее время что-нибудь полегче. Да, бибишку какую-нибудь. А зимой такой толстый слой тональника, чтобы не холодно было. Ну, в общем, как-то в летнее время хочется чего-то более легкого. И кушоны вообще отличный вариант. Короче, я еще протестиваю их на лице и точно вам скажу свой вердикт. Но у этой линейки косметики есть еще три кушона. Но они чик, щечные кушоны. В общем, это кушоны румяна. Сейчас мы их тоже протестим. Три разных цвета, скорее всего, тут. И кого я вам еще не объявляла? Куала, пони и печенька. Да, мы еще не обсуждали с вами печенька. Это очень непослушная печенька по имени Шуки. И она очень боится молока. Печенька, которая боится молока. Это полет фантазии участника BTS по имени Шуга. Надеюсь, я правильно произношу их имена. Потому что я в корейском не шарю. Открываем этот кушончик. Слушайте, тут тоже печенюшка такая злючка. А тут она такая смеяшка. Злючка и смеяшка. Тоже очень классные спонжики. Такие мягкие, такие классные. Смотрим. Ух ты, вот это ядовитый цвет. Слушайте. Я не уверена, что мне такой пойдет. Надеюсь, он растушуется. Надеюсь, это только мочалочка такая яркая. Ммм, пахнет шампунькой, кстати. Пахнет шампунькой. Не знаю, к чему это. Смотрим. Ух ты, так оно вообще почти бесцветное. Так это прикольно. Оно придает легкий-легкий-легкий румянец. Почти незаметный. Ой, пахнет обалденно. Класс. Слушайте, меня, конечно, вот эта вот розовая мочалка напугала. Но на самом деле это легкий-легкий кушон. Очень классный. Слушайте, печенька, обалденный оттенок. Сейчас посмотрим остальные. Второй кушончик у нас с пони. И мы сейчас посмотрим, какой оттенок тут. О, тут, кстати, уже потемнее и не такой яркий. Посмотрим, как он будет на руке. Слушайте, но он тоже еле-еле виден. Но это очень классно, потому что я не люблю быть матрешкой. А чтобы не быть матрешкой, нужно хорошо растушевывать все. А я все время боюсь. Я боюсь, на самом деле, набрать много румян и стать матрешкой. И в итоге все не растушевать. И потом, блин, все мицелляркой вытирать. Класс. Оттенки вообще просто прелестные. Именно для тех, кто боится пользоваться румянами. Как я. И третий кушончик у нас Куала Коя. И тоже. Тут у нее закрытые глазки. А на спонжике у нее сердечки. Смотрим, что у нас тут. Ух ты, а тут оранжевый оттенок. Смотрим. Легкий, легкий, оранжевый, едва видный оттенок. Очень классно. Слушайте, кушоная это моя любовь. Я уже говорила, да? Еще раз скажу. Кушоная моя любовь. Мне понравились все. Я реально боялась, что будут очень яркие оттенки. Но нет, они еле видны и будут придавать именно натуральный румянец. И последнее, что мы сегодня будем тестировать. Это умывалочка. Тут изображены все персонажи. И кстати, мы с вами обсудили всех персонажей, кроме одного. Мы с вами не обсудили черно-белого робота по имени Ван. Этот персонаж, я вам уже говорила, он нарисован дизайнерами и символизирует всех поклонников BTS. Смотрим, что это за умывалочка. А, подождите. Тут фольгу нужно снять. Ах, пахнет как. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, как умывалочка смоет кушоны. Так, на самом деле, это же ванная надо делать, да? С водой. Слушайте, ну пахнет обалденно. Возьмем ватный диск и посмотрим. Абсолютно все стерла эта умывалка. Я просто уверена, что ей нужно умываться ванной, разбавлять ее с водой. Но даже в таком кремообразном виде она просто обалденно смыла все кушоны с моей руки. Ой, и оставила очень-очень приятный аромат. Так, ну я должна пойти в ванную и протестировать, как эта умывалка пенится, как она мылится и как она вообще снимает макияж. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось и вам понравилась косметика. Мне она очень понравилась. Она такая няшная, она такая милая. Но вот согласитесь, корейцы умеют. Я даже просто помню, на корейском сайте каком-то пудру себе заказала, так она пришла в виде котенка. Блин, это так классно. А их масочки корейские, вот эти в виде зверушек. Да что бы я корейское не купила, оно мимишное, оно красивое, оно радует глаз. И вообще в этом плане корейцы молодцы. У них и качество классное, и оформление обалденное. Напишите в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь корейской косметикой, любой, не обязательно BT21, просто пользовались ли вы корейской косметикой и как она вам. У меня была корейская пудра, корейская умывалка, патчи, BB крем, масками я пользовалась. И все мне нравилось, все всегда мне нравилось. Единственный раз я когда-то купила тоник корейский, и он был в составе со спиртом. А тоники, вы же знаете, они должны быть без спирта. И там все было на корейском, поэтому я и не поняла, что там спирт есть. А когда я принесла его домой, начала пользоваться, я услышала отчетливый запах спирта и перестала пользоваться этим тоником, потому что тоник со спиртом очень сушит кожу. Вот это единственный мой такой не очень опыт с корейской косметикой. А все остальное очень классное. Пишите в комментариях ваш опыт с корейской косметикой. Если это видео вам понравилось, то не забывайте про пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Пока! Итак, начинаем эксперименты с помадками. Бедные мои губы. 8 помад нанести и 8 помад стереть. Хух, ну ладно, я готова. Первый у нас это зайчик. Слушайте, помада такая легкая, такая жиденькая. Но, тем не менее, слой такой плотный. Мне нравится, нанесение очень легкое. И экономное. Я еще даже не набирала еще раз продукт, а все губы накрасила. Класс! Мне очень нравится. Посмотрите. Цвет обалденный. Нанесение крутое. И я надеюсь, что она стойкая. Ммм, она уже застыла. Тестируем помаду на стойкость. Смотрите, на спонжике почти ничего не осталось. Реально очень стойкая, классная. И матовая. И сейчас мы посмотрим, насколько легко она стирается мицелляркой. А то знаю я такие стойкие помады. Потом ничем не смоешь и неделю с ней ходишь. Так, смываем мицелляркой. Слушайте. Вообще без проблем. Обычной мицелляркой. Без проблем стерли всю помаду. Отлично. Ну что, смотрим на цвета других помадок. Продолжение следует... Ребята, помадки Кримми очень хорошо стираются. Но помадки Глоу вообще... Я уже вот тру-тру-тру-тру-тру. Вот, посмотрите. И это я уже полчаса тру. Они нестираемые. Глоу реально... Неделю ходить с таким цветом губ. Причем, когда ты наносишь один цвет губ, а когда ты стираешь другой цвет губ. Если вы хотите супер-пупер-супер-пупер-пупер-стойкую помаду, то это она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова